Атаман, Атаманушка, Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! А хлебом ли единым? С ноября этого года цена на хлеб в Северском районе выросла на 2 рубля. Если раньше кирпичик белого стоил 27 рублей, то сейчас приобрести товар первой необходимости можно по цене в 29 рублей. Связан рост цен с подорожанием себестоимости продукта. Растут цены на сырье, энергоносители, топливо для распространения товаров. Как говорит генеральный директор Афибского хлебокомбината Дмитрий Марцин, только мука подорожала на 4 рубля, а следовательно и конечная цена изделия увеличилась. В поселке Афибском прошло совместное выездное заседание Комитетов законодательного собрания Краснодарского края под руководством заместителя председателя ЗСК Сергея Усенко. В мероприятии приняли участие представители законодательного собрания, руководство и жители Северского района. Перед началом заседания его участники посетили одно из главных предприятий поселения Афибский хлебокомбинат, отметивший в этом году 70-летний юбилей. Сергей Усенко оценил условия производства и качества хлебобулочной продукции. Также заместитель председателя пообщался с директором хлебокомбината о планах и перспективах предприятия. В рамках выездного заседания участники встречи обсудили возникающие сложности с определением и применением кадастровой стоимости объектов капитального строительства, а также то, на каком этапе сегодня находится работа по передаче имущества объектов здравоохранения района – государственную собственность края. Еще один не менее важный вопрос рассмотрены в рамках заседаний меры, принимаемые органами местного самоуправления в Северском районе по социально-экономическому развитию территории. В детской школе искусств поселка Ильского состоялся традиционный праздник посвящений в юные художники. Каждый год Ильская школа пополняет ряды своих учеников. Занятия начинаются с 1 сентября, и спустя пару месяцев ребята официально становятся юными художниками. Это самый значимый праздник для наших молодых юных художников. Они приходят к нам в возрасте 4 лет, еще не умея держать в руках ни кисточку, ни карандашик. И вот за первые свои три месяца творческой деятельности они осваивают начальные навыки работы с художественными материалами. И после этого мы их посвящаем юные художники. На торжественном мероприятии к совсем еще юным художникам обратилась начальник управления культуры Галина Куролесина. Сегодня в большую дружную семью художников Северского района мы принимаем в стройные ряды талантливых, замечательных ребят, которые своим творчеством, я надеюсь, будут радовать нас долгие-долгие годы. Перед началом посвящения прошла небольшая церемония награждения учеников, отличившихся успешным выступлением на конкурсах и участием в выставках различного уровня. Далее первоклассники отправились в волшебную сказку «Город мастеров». Ребята отвечали на вопросы, участвовали в веселых играх и конкурсах. Праздник завершился обрядом посвящения, клятвой юных художников и, конечно же, вручением медалей. Теперь вы самые настоящие художники. Да, ребята? Да. Теперь вы также будете получать много дипломов и становиться призерами различных выставок. Творческий путь юных художников только начинается. Еще нет уверенности в работе с красками, карандашами. Но главное у первоклассников есть большое желание учиться, познавать, творить и создавать красоту. Юные боксеры из 29 регионов России встретились в Северском районе. В поселке Афимском открылись и российские отборочные соревнования по боксу среди юниоров. 10 декабря Афимский спорткомплекс стал местом притяжения всех любителей этого контактного вида спорта. Для нас очень почетно, что соревнования такого рамка проходят в нашем Северском районе. Я хочу сказать ребятам всем, что вы выбрали спорт настоящей обещания. И хочу пожелать ребятам всем успехов, благополучия, конечно же крепкого здоровья и побед на риме. В соревнованиях принимает участие боксеры от 19 до 22 лет. Завершится спортивное мероприятие 16 декабря. По его итогам сформирует сборную команду, которая представит нашу страну на первенстве Европы среди молодежи. Помни, при употреблении синтетических видов наркотиков поражаются клетки головного мозга и центральной нервной системы. Человек становится игрушкой в руках наркоторговца. Не пробуй! Привыкание к синтетическим наркотикам происходит с первого раза. В сфере науки и технологий 2018 год был богат на разработки. От разнообразных новинок в сфере медицины до дронов, гуманоидов и прыгающих роботов. Технологический институт штата Джорджия разработал протез, который позволил американцу Джейсону Барнсу играть на пианино. Он распознаёт движение мышц в оставшейся части руки с помощью ультразвука, а также алгоритма, который угадывает, какой палец человек намерен использовать. Как только я его надел, то смог играть отдельно всеми пятью пальцами. Это просто немыслимо. Даже не верится. Японская команда исследователей построила робота, который по своей структуре очень напоминает человека. Гуманоид может подражать разным движениям очень правдоподобно. А разработчики из Южной Кореи представили робота, призванного переносить людей во время спасательных операций. Он также может помогать людям с инвалидностью. Его высота 2,2 метра, вес 270 килограммов. Японская Nissan Motor представила высокотехнологичные тапочки. Они умеют сами парковаться в нужное место. Используют для этого сенсорную камеру. А один британский изобретатель придумал применение экскрементом собак и кошек. Он соорудил аппарат, который преобразует ночной кошмар городских газонов в биогаз. Его используют для работы пока только одного уличного фонаря. Немецкая технологическая фирма Festa создала роботизированную копию летучей лисицы. Она парит в воздухе по такому же принципу, как это делает настоящее животное. Каждое крыло оснащено отдельным мотором, что делает аппарат очень манёвренным. А это робот-гепард, который умеет прыгать и бегать по пересечённой местности, сохраняя прекрасное равновесие. Он устоит на ногах, даже если его толкнуть. Его разработали в Технологическом институте Массачусетса. На выставке электроники в Берлине компания Сигвей представила новое приспособление для передвижения по городам. Эти самобалансирующие скейты построены по такому же принципу, как базовая модель компании. Их максимальная скорость – 12 км в час, а на одной зарядке можно ехать около 45 минут. Учёные из Швейцарского технологического института Лозанна разработали стимулятор для спинного мозга. Когда его вживляют в тело, он становится мостиком между мозгом и парализованными конечностями, частично восстанавливая движение. Он вернул контроль над многими парализованными мышцами, несмотря на 4 года полного паралича. Между тем, много разработок коснулось сферы мототехники и дронов. Так в Германии разработали самоуправляемый мотоцикл. В Нидерландах хищных птиц учили ловить нежелательные дроны, а в Японии полиция использовала для этого не ястребов, а другие дроны, оборудованные сетями. И, наконец, немного дизайна. Изобретательница из Великобритании решила создавать мебель из навоза. Получается у неё не так уж плохо, особенно в сочетании с деревом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин